Уходя в 2016 год Он необычный для меня. После перерыва в четверть века я небольшое количество времени провёл в России в целом, в Москве в частности. Я работаю над альбомом, и поскольку я давно не занимался студийными записями, я немного отвык от того, насколько это медленно, сложно и кропотливо для меня. Насколько какие-то решения... Я делаю планы. Я думаю, что сейчас неделька будет готова, а в это влетает, допустим, пять месяцев, и конца края этого нет. То есть, 2016 год, помимо каких-то открытий и радостных обретений, это момент сосредоточенной работы над студийным альбомом, который, и это каждый раз так, застаёт меня врасплох тем, насколько моя музыка, когда мне надлежит её оформить и отдать в мир так, как я это задумал, насколько это неторопливый и щепетильный процесс. Это неожидает жертвы. И 2016 год – это год сосредоточенной пахоты. Вот. И я могу сказать сейчас об этом со словами благодарности, потому что быть художником, заниматься любимым делом, искать и иногда злиться на то, что желанный результат не рождается легко, и он требует какой-то внутренней настойчивости и большего ресурса, чем ты готов был изначально потратить, это всё равно, это в категории сладких хлопот и счастливой судьбы. Потому что, знаешь, у меня почему-то странная ассоциация, вот, знаешь, была вот Золушка, да, которая из бедного сословия, и вот она живёт там своей маленькой, в своём этом домике бедном. А где-то во дворцах при тысячах свечей под восхитительным мозгом кружится в этих бальных платьях дворцовая красавица, а она на это смотрит из-за стекла со стороны зимы, перетактываясь своими отмороженными ножками, да, и мечтает о том, что, может быть, когда-нибудь я буду по ту сторону стекла, да. И я помню свою нищую новосибирскую юность, ропанную огню, да, когда нет ни дорогих гитар, ни микрофонов, нет ничего, есть только вот эта мечта. И много лет спустя, вместо того чтобы, ну, я сплю там по пять часов в сутки, вместо того чтобы спать там хотя бы по семь-восемь, вот, я устаю. И этот альбом рождается труднее, чем я думал он родится. Но он родится, и я думаю, ну, это сладко. Это счастливая судьба, когда я занимаюсь любимым делом, я нашел звук, мне надлежит его оформить, и у меня непременно получится. И потом, когда все будет завершено, в этом огромном мире, где живет 7 миллиардов человек, может быть найдется одно единственное неведомое сердце, которое порадуется, порадуется этими вибрациями. Так как в свое время, обозначившись в них и проявив их, порадовался им я. Когда это происходит, это сильно, и это запоминается. И поэтому весь этот 2016 год я собираю для кого-то непостижно волновой подарок. Я даже не знаю, кто это, тот сам, кому эта работа адресована. Ну, вот что такое 2016 год? Это трудные счастливые искания в коконе или пивом воде. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова